Вдоль братских могил одним строем прошли представители власти, губернатор Петербурга, арбитражные судьи, патриотические, религиозные и социальные организации. Многие приносили кусочек хлеба и конфету как память. Жителей блокадного города осталось уже немного. И сегодня некоторые из них вспоминали те дни со свечами в руках. Когда приходишь на кладбище, зажигаешь свечу и молишься о упокоении. И просишь, чтобы Господь просил и все-таки забрал, дал им раю. Поэтому зажженная свеча, она как бы усиливает молитву. Это было самое тяжелое время для ленинградцев. Встретившись вместе, они вспоминали стихи, рассказывали свои судьбы. Самый тяжелый период был, конечно, с 1941 на 1942 год. Морозы были до 43 градусов. Но причем в городе. Вот представить на секундочку, что нет света, нет воды. Продовольствие ограничено было. Но, тем не менее, выживали. Общественные организации и религиозные объединения, Ассоциация «Союз христиан». Ежегодно возлагают венок и цветы к постаменту «Родина-Мать». И в нашей ассоциации христианских церквей сложилась такая замечательная традиция со дня основания нашей ассоциации присоединяться вместе со всеми церквями для того, чтобы возлагать венки и на день снятия блокады, и на день победы. И мы молимся, конечно, здесь, в этом кружочке после возложения венков о наших будущих поколениях, о том, чтобы эта память передавалась из поколения в поколение, чтобы люди помнили и знали нашу историю и не забывали ее. В осажденном Ленинграде оказались более 2,5 миллионов жителей, среди них 400 детей. Это была самая кровопролитная блокада за всю историю человечества. Ленинградская оборона одержала победу над немецкой армией. Немцы, понимая, что проиграли, эту войну начали отступать. 27 января 1944 года ленинградцы впервые увидели над небом города не обстрелы, а салют. Юлия Мнацаканова, Антон Антипин, Новости ТБН.